А вы согласны с утверждениями, которые звучат довольно часто, что сейчас нет профессионалов, что любой блогер считает, что он журналист? Как вы вообще относитесь к тому, что теперь действительно каждый может назвать себя журналистом, по крайней мере в интернете, выплескивать и эмоции, и все что угодно, не думая об ответственности, которую все-таки журналисты профессиональных учили? Ну, мы коллеги, поэтому говорим сначала о коллегах. Я практически не сомневаюсь, что появление новых форм коммуникации, я имею в виду интернет, плюс та информация, которая в таких, по сути, даже замеряемых, неограниченных размерах, вот знак бесконечности, помните, мы думаем, что же там за Луной, за Сатурном, мы не понимаем, что. Вот интернет – это что-то из этой области, да, то есть он вот ворвался в пространство, или мы оказались в пространстве припосредствии интернета, и это открыло на некоторые вещи совершенно новый взгляд. То есть, пожалуйста, викиликс, да, выкинули, значит, добыты каким-то образом документы дипломатии, которые засекречены, оцифрованы, спрятаны, заговорила эта история. Блоги, но ведь в блогах, отвечая на ваш вопрос, может выступить человек, которого мы не знаем, он ниже на весь не пространял, но может, могу выступить и я, у меня тоже есть блог, возможно, он есть у вас, есть у ведущих обозревателей, там, я не знаю, Эхо Москвы, там, которые искренне, так сказать, страстно вот вместе с нами тоже работают на, в частности, на рубрике «Свободная тема» в МК. Поэтому я понимаю ситуацию таким образом, что сфера блога, сфера, это история, которая будет двигать и другие процессы, и мы будем отделять что-то от профессионального, от непрофессионального, но не в ущерб первому, я имею в виду, самому право высказаться в интернете. Что же касается правового регулирования того, что в интернете, конечно, потрясает, ужасает и заставляет тормозить эти вещи, насилие, порнография и те, так сказать, антизаконные дела, которые, так сказать, к сожалению, в интернете имеют довольно широкое, так сказать, и потребление, и публикаций много. Здесь мир начал потихонечку регулировать. Опыт разный, Россия здесь выглядит, ну, пока, я не знаю, некоторым опытом неопределенный, я думаю, но пройдя какие-то шишки на биф, я думаю, здесь установится нормальная история. Она тоже, кстати, связана с властью. Власть периодически пытается что-то там постучать в сковородку и сказать, мы вас всех там, все, им объясняют, они зайдут там с Литвы или там с другого севера, с Кореи. Мы там, нет, не получится. Тогда надо не об этом думать, а о других делах, связанных с природой этих явлений, поскольку они есть. Поэтому закончу. Профессиональная журналистика и благосфера этой вещи обязательно будут, с каким-то образом взаимопровождение будет происходить. Из этого журналистика не должна проиграть. Она должна просто двинуться эффективнее вперед, даже не в смысле конкуренции, просто понимая, что новое качество наступит. Скажите, а вот вы представитель газеты все-таки, да? Одно время говорили, что все, печатное слово умрет, будет один сплошной интернет. Но ведь этого не произошло. Подумайте, почему и как газетчики сумели взять дело в свои руки. Как это делает московский комсомолец? Спасибо большое. Тут много вы сразу, Леночка, спросили одновременно. Но я хочу вам сказать, что известна есть вот такая отработанная уже модель, когда вспоминают, что телевидение пугали, и это ничего не произошло. Театр остался, газеты остались. Все. Значит, я думаю, что интернет, двинув мультимедийность внутри СМИ, приведет к какому-то к их новому качеству, в том числе и печатному. То есть, не обязательно таскать с собой ноутбук или телефон и читать. Хочется иногда почитать, что ты сам написал. Произойдет какая-то такая параллель. Ну и, пожалуй, все. Я думаю, что все останется в известной степени сохраниться. Вот, кстати, я хочу слова Засурского, если Николаевича использовать. Он говорит, интернет – это быстрые новости. Хочется задуматься, а что же произошло. И в этот момент нужна газета. Я процитировал очень уважаемого всеми. И в этот момент нужна газета. Иногда действительно хочется что-то подержать в руках. Но, тем не менее, у московского комсомольца есть свой сайт. Как он? Он востребованнее, чем газета? Спасибо за вопрос. Значит, МК догоняет ситуацию. Почему догоняет? Я не боюсь этого слова. Потому что мы достаточно сильной уверенностью чувствовали и чувствуем. Как печатное издание. И включение ресурсов финансовых на развитие МКРУ, портала МКРУ. Я подчеркиваю, не сайт, а именно портала информационного мощного. Происходило поэтапно. Но мы, я надеюсь, и темпа не потеряли. И некоторые вещи сделали эксклюзивно. Но мы находимся там в сравнениях с другими сайтами, с другими порталами. Нормальная история. Нормальная история. Вот. Мы не сдадимся. И еще вопрос по московскому комсомольцу. Вы, конечно, последний. Меня уже... Вы торопитесь-то. Хорошо. Комсомолец московский, тем не менее, новость у вас со всей страны. Как вам кажется, насколько хорошо представлены регионы и Нижегородская область? Находится ли место у вас? В московском комсомольце. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас 66 изданий по регионам. Наши партнеры здесь. МК в Нижнем Новгороде. Татьяна Михайлова. Замечательный редактор, человек. Хороший коллектив. Роспечать. Ее руководство. То есть мы нашим партнерством довольны. Это партнеры, которые зовут МК в Нижнем. Это первое. Регионы на сайтах газеты. То есть мы видим, что все, что издается, практически имеет свои аналогии развития в сайтах региональных. Все видно. Гусев, как редактор и как общественный деятель, журналистский, постоянно ездит по всем. То есть у нас, я бы сказал, нет ощущения, что мы как бы сидим там под кремлевской стеной, под першись рукой. Так сказать, нет, мы в работе. Ну и потом сама ситуация заставляет работать. Кстати сказать, я завершаю свое выступление перед вами. Хочу сказать, что приезд сюда, это тоже не гостевая какая-то история. Это была серьезная работа, за возможность которой я благодарю нижегородцев. Вот в том числе я хотел сказать спасибо и Евгению Витальевичу Муравьеву, который называл. Ну, о губернаторе и команде я уже несколько раз высказывался. Вот. Школьник Александр Якович, его медиакратия. Тут ребята тоже как-то с нами покоммутировались. Институт иностранных языков, теперь лингвистическом, политехникам. Всем привет и ребятам, и преподавателям. И вообще, да здравствует Нижний Новгород. Самый лучший город на свете. Ну что ж, спасибо за беседу. Жаль, что торопитесь. Спасибо. Спасибо. Студия Купол еще продолжит работу. Мы сегодня подведем итоги дня. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok